Всем привет! Меня зовут Ольга. Если вы испытываете такую же любовь к сдобной выпечке и творчеству, как и я, и вам скучно, и вы ищете веселый проект по выпечке, и вам нужен особый рецепт к какому-либо торжеству, вы попали по адресу, присоединяйтесь. И мы приготовим самую вкусную булочку с маком и начинкой из тыкв для всей семьи. Итак, готовим! День первый. Для начала я приготовлю особенное варенье из тыквы. Тыква – это что-то вроде нового мирового лакомства. И тыквенное варенье становится популярным во всех уголках мира. Кулинарные тыквы меньшего размера будут иметь больше аромата, но любая тыква подойдет. Хотя это и не очень джемовое варенье, вам все равно понадобится немного пектина. И лимон с кожурой отлично подходит для этого. Для более насыщенного вкуса я использую коричневый сахар. Также для дополнительного вкуса я использую смесь специй, корицу, кардамон, мускатный орех. Если вы не любите эти специи, вы можете легко отказаться от них. Продолжение следует. Продолжение следует... День второй. Готовлю маковый заварной бисквит. Существует несколько видов бисквитов, каждый из которых отличается вкусом, структурой и технологией приготовления. Я буду готовить азиатский бисквит. Этот рецепт позволяет мне получить очень эластичное влажное рыхлое изделие. Для этого измельченный мак и муку я объединяю с растительным маслом и завариваю. Эта заварная мука, как и танцжун, приобретает чудесные качества, заключающиеся в том, что ее поглощающая способность увеличивается. Это не только увеличит количество жидкости, с которым мы можем работать в рецепте, но и дает более влажный результат. Приготовлю желтковую смесь для бисквита. Для этого в сковороду с толстым дном наливаю подсолнечное масло и ставлю на средний огонь, даю нагреться. Добавляю смешанный мак с мукой, завариваю. Отправляю в миску, даю остыть. Вливаю молоко, добавляю яичные желтки и перемешиваю. Добавляю щепотку соли, разрыхлитель, ваниль и уксус. Оставляю в сторону. Готовлю безе для бисквита. Яичные белки взбиваю с сахаром, сахар добавляю частями, аккуратно объединяю обе смеси. Смесь распределяю на противне и отправляю выпекаться. Готовый бисквит вынимаю из духовки и оставляю остывать. Поверхность остывшего бисквита покрываю вареньем и сворачиваю в рулет. Накрываю пищевой пленкой и отправляю в холод до следующего дня. Далее готовлю дрожжевое тесто на закваске методом юдани. Тесто, приготовленное по этому методу, получается мягким и дольше остается свежим. Для заваривания теста использую 20% всей муки в рецепте. Соотношение муки и молока один к одному. Заварное тесто можно использовать только через 4 часа после заваривания. После того, как заварка созрела, замешиваю тесто. Для этого в чашу миксера отправляю заварку, закваску. Как я готовлю закваску, вы найдете, нажав на ссылку в описании под видео. Туда же отправляю дрожжи, разведенные молоком, оставшееся молоко, яйцо, муку, замешиваю тесто. Готовлю сливочную эмульсию и частями отправляю к тесту. Далее к тесту отправляю растительное масло и соль. Готовое тесто оставляю при комнатной температуре на 2 часа, делаю 3 обминки, перекладываю в контейнер и отправляю в холодильник до утра. Утром следующего дня формую пирог, даю подойти и отправляю выпекаться в предварительно разогретую духовку. Как вам такой рецепт? Показался интересным? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями в комментариях. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, поставил лайк и подписался. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok